Микс Ньюс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами в программе Подоплёка. Я автор и ведущая Людмила Прибыльская. И люди, которые знают всё о том, какие права мы имеем и какие обязанности. Это присяжный адвокат Елена Квитковская. Добрый день. Добрый день. И частный детектив, майор полиции в отставке Михаил Хесин. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Нас побудила к встрече информация, которую я получила буквально пару недель назад во время судебного процесса по делу бывшего шефа Латвийской железной дороги Одиса Маганеса, когда его адвокат Янис Розенберг сказал, что они попросили суд оценить доказательства, приложенные к делу. И в частности доказательства, полученные в процессе прослушки телефонных разговоров и в особенности разговоров на дому у подсудимого. И адвокат высказал предположение, что, возможно, эти доказательства были получены, но не вполне законным путем, потому что закон об оперативной деятельности строго регулирует процедуру этой прослушки и особенности процедуры установки прослушивающих устройств на дому у подозреваемого. И в частности прозвучала такая мысль, что зачастую эти прослушивающие устройства ставят у людей, которые попали под колпак, еще до того, как получены какие-то доказательства их противозаконной деятельности. То есть действует по принципу «Был бы человек, а статья найдется». Вот эти скандалы с прослушкой, публикация записей телефонных и прочих разговоров в прессе, они как-то уже стали рутиной, и мы как-то привыкли, что каждого из нас могут слушать, записывать, потом использовать эти записи в каких-то делах. И даже касательно самых простых людей, совершенно не должностных лиц, не каких-то уголовных авторитетов и так далее, и так далее. И поэтому вот сегодня у нас разговор о том, кто имеет право и как, и каким образом осуществляются вот эти действия в отношении лиц, нас, людей простых, да, и каким образом мы можем себя защищать в этой ситуации. Мы просим слушателей участвовать в нашем разговоре. У нас работают студии прямого эфира и телефоны 672-12-93-9, 672-13-93-9. Вы можете задать вопросы нашим экспертам. Еще раз повторяю, это присяжный адвокат Елена Квитковская и частный детектив Михаил Хесин. Итак, закон об оперативной деятельности. Он был принят, насколько я понимаю, в 1993 году. И, очевидно, тогда речь шла о том, чтобы защитить молодую Латвийскую республику от преступных посягательств, враждебных элементов. А чего мы сейчас защищаемся этим законом, Елена? Ну, на самом деле, действительно, закон принят был очень давно. Но, думаю, что Михаил лучше пояснит, существовала ли такая оперативная деятельность в советское время. Предполагаю, что да. И закон, в принципе, предназначен для производства всех этих оперативных действий по трем причинам. В случае, если осуществляется розыск какого-то лица, можно применять оперативные действия. В случае, если наблюдается угроза национальной безопасности интересам общества. Но также и в случае, если есть подозрения о том, что готовится или уже совершено преступление. И вот это вызывает, с моей точки зрения, много вопросов. Вот это последний, третий пункт? Это третий пункт. Потому что, если у правоохранительных органов есть информация о том, что готовится или совершается преступление, тогда необходимо возбудить уголовный процесс. В рамках уголовного процесса возможно производить все те же самые действия, которые, секретные действия, как и в рамках закона об оперативной деятельности. То есть, те же самые прослушки, слежка и прочие вещи можно делать, но уже в уголовном процессе с разрешения следственного судьи. Однако, у нас активно, действительно, до некоторого времени вообще очень активно, сейчас немножко меньше, но используются именно возможности, предоставляемые законом об оперативной деятельности. А в чем разница секретных действий и скрытных действий? Я скажу так, что самая основная разница в том, что все, что касается оперативной деятельности, глубоко засекречено, является государственной тайной. То есть, фактически, возможности узнать о самом факте осуществления каких-то оперативных действий у человека вообще нет. В уголовном процессе все немножко по-другому. То есть, рано или поздно человек сможет, его обязаны ознакомить, допустим, с записями его разговоров. Он может ознакомиться со всеми материалами секретных действий против него и так далее. То есть, в уголовном процессе все прозрачнее, скажем так, чем в оперативной деятельности. Хорошо. То есть, получается, что по закону об оперативной деятельности материалы дела рассекречивать нельзя. И человек, ставший объектом такой прослушки или слежки, никогда не узнает, какие доказательства против него были собраны. Фактически, да. Этот закон менялся, естественно, очень много раз. Раз 15 или больше в него вносились изменения, пытаясь привести его в соответствии со стандартами Европейской конвенции. В защите прав человека и, допустим, решения в соответствии с решениями Европейского суда. Однако, это такие, скорее, косметические изменения были. Сейчас закон теоретически предусматривает, что человека можно проинформировать о результатах оперативной деятельности в отношении него. Но, однако, там такой список исключений, когда этого не нужно делать, что мне неизвестен ни один случай такой, когда человека бы информировали о том, что против него эта оперативная деятельность вообще велась и какие результаты были получены. Ну, я так понимаю, что вот вас, как адвокатов, в процессе, в частности, вот в этом процессе против Одиса Маганиса и Олега Осиновского интересует процедура исполнения, ну, как бы, разрешения на оперативную деятельность. Вот в чем там тонкости и почему вы обратились к суду с просьбой, чтобы он оценил, насколько адекватно были проведены эти работы? Ну, в целом, скажем так, в уголовно-предсоциальный закон не так давно были внесены изменения, которые улучшили ситуацию с оперативной деятельностью. Ранее ситуация была такая, то есть существует некое оперативное дело, в котором лежит некий объем информации. Из этого оперативного дела, так сказать, субъект оперативной деятельности, то есть полиция, вытаскивает то, что им нужно и присоединяет это к уголовному делу. И мы не знаем ни что там есть в этом оперативном деле еще, не получено ли это все в соответствии с законом, эти, допустим, прослушки результаты, проводилась ли прослушка в соответствии с законом. Ничего этого не знали ни мы, ни, строго говоря, даже суд. Учитывая, что Европейский суд по правам человека много раз говорил, что такая ситуация невозможна, то в уголовно-предсоциальный закон были внесены поправки. И в соответствии с этими поправками, если в уголовном деле используются хоть какие-то вот такие результаты оперативной деятельности, то есть прослушки, распечатки разговоров, например, и так далее, то по просьбе сторон суд, только суд, может ознакомиться с материалами оперативного дела и проверить. То есть ни адвокат, ни прокурор не могут? Мы не можем, адвокаты и обвиняемые, к сожалению, с этим оперативным делом не может ознакомиться. Остается полагаться, так сказать, на то, что суд, рассматривая уголовный процесс по существу, обратит внимание на те нарушения, которые, возможно, допущены в оперативном деле. Более того, Верховный суд наш, который, интерпретируя уголовно-предсоциальный закон, собственно, и создает право некоторым образом, уже отметил, что суд должен не просто ознакомиться и написать приговор, я ознакомился, там все в порядке, а суд должен достаточно в какой-то степени развернуто объяснить, почему он считает, что с оперативным делом все в порядке, а аргументы защиты, так сказать, несостоятельны. Поэтому такие ходатайства теперь заявляются во многих делах, и суды действительно ознакомливаются с материалами оперативного дела и смотрят, была ли санкция соответствующая на произведение. А прослушку обязательно должна быть санкция. Кто ее выдает? Конечно. Ее выдает либо председатель Верховного суда, либо специально уполномоченные судьи Верховного суда выдают санкцию на все действия, которые в большой степени затрагивают частную жизнь человека. То есть это прослушка, это слежка, это контроль корреспонденции и так далее. Это все делается только с разрешения судей Верховного суда. Если такого разрешения нет, то использовать это как доказательство уже невозможно. Ну, то есть получить санкцию Верховного суда на прослушку задним числом нельзя, правильно? Конечно. И получить санкцию на прослушку легче, чем, допустим, получить санкцию на установку прослушивающего оборудования в квартире, в жилом помещении? Я думаю, что здесь не совсем такой критерий. То есть для того, чтобы получить санкцию Верховного суда, во всяком случае в теории, закон требует, так сказать, обоснования, зачем вообще нужно производить эти действия и почему нельзя достичь того же результата менее, скажем, затрагивающим права человека образом. Вот, поэтому, скорее всего, здесь нет такого четкого критерия, что на одно действие легче получить санкцию, на другое сложнее, просто в зависимости от действия. Здесь должно быть обоснование, четкое обоснование. Насколько оно на практике есть, насколько судьи углубляются в эти вопросы, ну, мне сложно комментировать, потому что и этот процесс, естественно, очень засекретен. – Михаил, ну, вот мы затронули вопрос о том, что слежка оперативной деятельности – неотъемлемая часть работы правоохранительных органов. В какой мере вот наше законодательство в оперативной деятельности является наследником советской системы, а в какой мере оно, так сказать, новодел какой-то? – Нет, конечно же, сыск как таковой существовал, пока существуют отношения между людьми, пока существует собственность, и с того момента, с момента первого преступления появился сыск на самом деле, да. – И советское законодательство построено было немножко иначе, и закон об оперативной деятельности, ну, насколько я помню, не было, были подзаконные акты, два приказа МВД СССР – 2.030 и 2.036, 2.0 – это совсекретные приказы, да, в котором 2.030 – это наставления в агентурной работе, в которой расписывались вот как раз все нюансы, это толстенная книжка была, все нюансы привлечения людей к негласному сотрудничеству, процесс и все остальное, да. Сейчас, я думаю, тоже есть подзаконные акты, которые расписывают все эти процедуры. – Регулируют, нет сомнений, я с ними, естественно, не знаком сейчас, да. – И 2.036, который, вот, это дела оперативного учета, расписывал процедуры заведения этих дел и формы проведения мероприятий по этим делам, да. Мне кажется, что, вот, я хочу поправить, что, по-моему, есть все-таки разница, там, например, на проверку электронной корреспонденции достаточно районного судья разрешения. Я могу ошибаться, да, по-моему, там есть какая-то дифференциация, да, на то, что связано с проникновением в жилище, безусловно, да, это очень серьезный уровень нарушения прав человека, ну, не нарушения прав человека, да, затрагивают его существенные права, да, поэтому здесь, конечно, Верховный суд и не ниже, это правильно. При этом прокуратура должна постоянно проводить надзор за оперативным делом, осуществляет ли этот надзор фактически, осуществляет ли формально. То есть, например, получили разрешение даже суда, да, на что-то, прокурор в курсе соответствующий, да, прослушка, результаты прослушки в течение, по-моему, 10 дней, там, как-то обязан начитаться оперативный работник прокурору. Это вообще дало какой-то результат? Какой? Для развития дела или не дало? И нужно ли это было, ну, в итоге прокурор? Ну, мне кажется, слушают людей не по 10 дней, а просто месяцами и годами. Ну, 3 месяца, по-моему, 2 месяца, ну, месяцами, да. Дело может продлеваться, и, в принципе, границы продления нет. То есть, оно законом не установлено, да, в отличие от советского законодательства. В тоталитарном режиме 6 месяцев, и точка. Можно было следить. И точка, да. Ну, сейчас у нас демократия, всё можно. Вот, поэтому у нас сейчас можно долго. Но в то же время, понимаете, ну, вот адвокатский взгляд, понятно, да, вот. А была формальная сторона соблюдена, это правильно, потому что, если же закон-то, он на самом деле не для того, чтобы разрешать всё, а закон для того, чтобы об оперативной деятельности регулировать эти процессы. И он в равной степени защищает и человека. Может быть, слабо защищает. Должен защищать. Должен защищать. Он направлен на это. Он ограничивает деятельность и ставит под контроль деятельность оперативных работников. И, насколько я, ну, в курсе, общаясь с теми, кто ушёл уже от службы сейчас, на самом деле, строже стала значительно практика. Я не говорю про закон. Практика стала значительно строже. Потому что в конце 90-х, в начале 2000-х мы сталкивались с чудовищными вещами. Например, рассказываю просто, да, там, один бывший супруг, решая вопросы, там, о ребёнке и так далее, добился того, что, ну, используя коррупционные связи, что супругу сделали фигурантом по делу об убийстве, поставили прослушку. Понятно, она ни при чём. То есть, вообще, совершенно другая история. То есть, решили, притянули за уши. И мы, кстати, эту историю, в общем-то, вытащили на свет Божий, и там головы полетели в своё время, да. То есть, всё, что творилось... А как же вы проникли в святая святых, в секретные материалы оперативного дела? А мы не проникли в секретные материалы оперативного дела. А как же вы доказали, что такое? Просто супругу она не имел и повторял всё то, что она говорила по телефону и так далее. Её вызывали в полицию. Ну, то есть, скажем, очевидные вещи, да, достаточно. То есть, чисто следственными мероприятиями открытыми можно было это установить? Да, потом было подготовлено соответствующее обращение, заявление в правоохранительные органы в выстоящей инстанции. Там разобрались, и действительно, мы знаем, что полетели головы. Очень сильно полетели, слава богу. Но вы поймите, без того, чтобы... Я прошу прощения за вульгоритм, но подслушивать и подсматривать невозможно раскрыть преступление. Следственным путём у нас, чисто следственным путём, не раскрывается почти ничего. Процент раскрываемости 20-25 процентов – это ниже процента, я не повторяю, не стесняюсь это повторять, ниже процента раскрытия преступления в совершенных условиях очевидности. Это когда сами потерпевшие схватили и привели в полицию. И то умудряются эти дела не доводить до суда. Ну, то есть, процент ниже, чем, ещё раз говорю, процент раскрываемости, совершенных в условиях очевидности. Вот так вот. Это сейчас? Это сейчас. А раньше как было? Ну, раньше было по-другому. При всем механизме, существовавшем объективно сокрытие части преступления от учёта, но тяжкие преступления, а тяжким преступлением было, например, подросток вырвал сумочку у тёти на велосипеде, она упала и вывихнула себе руку, грабёж вся вторая, потому что есть повреждения, да, то тяжкие преступления не укрывались, и процент раскрытия тяжких преступлений был выше 70 всегда. А сейчас 25? Это общий процент. Процентов 30 преступления совершаются в условиях очевидности. Ещё раз повторю, 30-35 по разным оценкам. А раскрываемость, тем не менее, 25. 20-25, вот и думаете. Однако же... Моя полиция меня больше не бережёт. Не, ну, понимаете, у нас... Я на эту тему говорить могу много, и не очень хочу, потому что есть много людей, работников полиции, которые действительно стараются работать хорошо. Но из-за того, что система не утратила механизмы контроля за деятельностью полиции, не процессуальной стороны, там, адвокатов и так далее, а элементарно не учитываются простые вещи, процент раскрываемости, там, сроки по делам, расследования и так далее, то лучший полицейский сегодня тот, который ничего не делает. У него... Его выгнать нельзя, и наказать не за что. Прекрасно. У нас есть звонки, мы, к сожалению, не смогли до перерыва их принять. Просим вас через 5 минут после новостей повторить ваши попытки дозвониться. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны нашего прямого эфира. У нас в гостях присяжный адвокат Елена Квитковская и частный детектив Михаил Хесин. Возвращаемся через 5 минут после новостей. Еще раз добрый день. У нас сегодня в программе подоплека тема прослушки, слежки и всяческого контроля за жизнью нас, простых людей. Итак, прослушать можно любого, и наш слушатель звонит и хочет задать нам вопрос. Давайте мы его послушаем. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, уважаемая Людмила, уважаемые гости. Виктор, ну, прежде всего, тема, конечно, очень важная и интересная. И прежде всего, вот тут хотелось бы напомнить о главной причине, которая влияет на то, что у нас в этой сфере на сегодняшний день очень далеко не все в порядке. Помните, как госпожа Соловита Аботеня, занимая весьма высокий государственный пост, буквально требовала от Сейма принять соответствующий закон в обход всех законов и секретных приказов по службам, о которых упоминали совершенно справедливо, и взять все 13 наших силовых структур и специальных служб под политический контроль. Ей тогда это не удалось, но вот это как раз политическая заинтересованность и является сегодня главной причиной того, что наша система по данной теме очень далека от совершенства. И вот тут вопрос. Как вы думаете, уважаемые гости, способна ли государственная машина Латвии или соответствующие специальные службы защитить латвийца от рядового латвийца до самого высокопоставленного от того, что практически в каждый гаджет изначально при изготовлении заложены соответствующие опции, которые соответствующим образом довольно легко оптимизируются, активизируются, и информация уходит далеко за пределы Латвии. Как быть с этим? Способна ли наша машина вот этому противостоять? Тот же, как вы знаете, скандал с Хуавей в Соединенных Штатах и в результате к нам приходит информация уже отсюда, оттуда, прошу прощения, приходит информация на конкретных наших фигурантов, потому что Регас Сатекс мы тоже всем известны. Спасибо. Спасибо, Виктор. Ну так что, мы все под колпаком Мюллера? Ну, безусловно, вне рамок вот конкретно нашей темы, то есть оперативного закона об оперативной деятельности, уголовного процессуального закона, такой сбор информации является незаконным. А правда ли то, что говорят, что вот все мобильные операторы обязаны вот писать онлайн все разговоры? Ну, если даже это и так, то это относится к методике оперативной деятельности, которая что? Засекречена. Поэтому, если даже это и так, то никто об этом знать не может. Хотя я, конечно, сомневаюсь, потому что это колоссальные ресурсы, вряд ли это необходимо, такая необходимость есть. Но слушатель, очевидно, больше говорил о том, что вот всякие производители гаджетов могут, значит, подключиться. И, я не знаю, там и всякие программные обеспечения могут, значит, информацию передавать. Ну, об этом каких-то реальных фактов, я думаю, нет. Никаких-то реальных сведений. Ну, кроме того, что каждый человек, который что-то поискал в Гугле, через буквально пару дней начинает обнаруживать у себя в ленте какую-то рекламу на ту тему, которую он интересовался. Ну да, но это, строго говоря, поиск в каких-то поисковых системах. Это же не ваша, допустим, частная речь по телефону. Это не ваша электронная корреспонденция, где вы переписываетесь, касающаяся вашей частной жизни. Это больше относится к коммерческой сфере. И во всем мире это, в общем-то, разрешено и не запрещено пока что. Но тенденции, конечно, будем смотреть, как будет все это развиваться и как далеко мы зайдем. Но я думаю, что это больше относится к закону о защите данных, чем какой-то реальной слежке, прослушке таким вопросом. Да, о законе о защите данных у нас в плане есть поговорить. Михаил, а ваше мнение по поводу того, как система работает? Ну, у обывателя есть, на мой взгляд, такая стандартная ошибка. Что толку от того, что каждого из нас слушают предположен, да, и все записано три года назад и так далее. А как обработать этот материал? И уверяю вас, любого радиослушателя, вообще любого жителя, что вами начнут, даже если это и происходит, то начнут интересоваться лишь в том случае, если вы будете представлять какой-то оперативный интерес. А это? Или вы совершаете преступление, или вы готовите совершить преступление, ну, или вы политически значимая фигура. Вот только в этом случае у вас есть повод для беспокойства. А так, ну, какая разница, что где-то там какие-то электроны висят и ждут своего часа, что кто-то начнет их превращать в вашу речь или что-то, да? Вас это не должно беспокоить до той поры, пока вы, повторюсь, ничем преступной организации, или подозреваетесь в этом, ну, и не вышли на политическую какую-то деятельность. Ну, мне кажется, что вот эта тема, когда спецслужбы стали как-то настраивать под нужды такой текущей политики, появилась в какие-то в середине 90-х годов, когда, по-моему, премьер-министр Гайлис попытался вот как-то эту систему так организовать, чтобы она помогала, ну, как бы собирать компроматно-политических противников. Я, конечно, тоже не ручаюсь за то, что это было именно так, и он это поручил, но, по крайней мере, вот, ну, как бы, истории с прослушками, со сбором каких-то чувствительных данных, они тянутся из тех лет. Ну, то есть, все-таки закон об оперативной деятельности этому способствуют, получается, 93-го года? Я уверена, что да, по той простой причине, что, мне кажется, здесь есть, я вначале попыталась объяснить, есть очень большая разница между теми же самыми слежкой, прослушкой, которые, естественно, нужны для любой полицейской работы, которая проводится в рамках уголовно-процессуального закона, где все намного более прозрачно. И доступно, в том числе, обвиняемому. И доступно, совершенно верно. И конкретную цель имеет, то есть, какой-то уголовный процесс довести до его справедливого разрешения. А методы и способы все те же самые. То есть, закон дает все те же самые возможности, что дает закон об оперативной деятельности. И вот именно наличие этой двойной системы и вызывает вопросы, потому что все, что делается по закону об оперативной деятельности, непрозрачно, а все, что непрозрачно, все дает возможности для злоупотреблений. И я совершенно с вами, Людмила, согласна. То есть, я вот с этими злоупотреблениями сталкивалась именно в делах клиентов, которые были либо, как Михаил сказал, политически значимыми фигурами, либо людьми, ну, скажем так, против которых по ряду причин, может быть, и с помощью коррупционных методов, этот механизм был задействован. Да, то есть, действительно, очень много именно таких процессов, где мы видим злоупотребление законом об оперативной деятельности. Ну, я не совсем согласен в том смысле, что, безусловно, есть непрозрачность определенная, но она непрозрачна для общественности, для объекта оперативной деятельности. Однако же, для того, чтобы злоупотребить этим, нужно, в общем-то, вступить в какой-то сговор или рассчитывать на халатность судей и прокурора. То есть, все-таки есть контроль, механизм этот предусмотрен. А дальше человеческий фактор. Вот и все, да. То есть, просто-напросто все формально относятся к своей работе. И не только в правоохранительных органах в нашем государстве. Так, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Слушаем вас, вы в эфире. Добрый день. Да, очень интересная тема. Я могу посоветовать, с этой стороны, посмотреть фильм. Есть такой «Иллальскольто» называется на итальянском. В английском прокате называется просто «Listening». Вот там примерно механизмы, о которых вы говорите, они вот очень красиво в художественном формате описаны. Кто кого слушает, как. Я хотел просто один вопрос, один маленький комментарий. Комментарий к тому, что последите, пожалуйста, проанализируйте объем закупок в мире устройств для хранения данных. Именно дата-центрами и всеми остальными. Вы знаете, какую удивительную вещь обнаружите? Там с каждым годом растет процент закупок для госсектора. То есть, дата-центры формируют огромные просто мощности для хранения и обработки информации именно для госструктур. Ну, то есть, дальше можно там додумывать, передумывать. То есть, каких именно госструктур, что за данные там хранятся. Ну, у нас же все сейчас переходит в электронный вид. Там есть здоровье, есть школа, там… Да, я понимаю, да. Е-парвалды. Да, но только в рамках Латвии 2 миллиона. Это как бы не совсем то, что я имел в виду. Я в целом по миру говорю. То есть, и… А вопрос у меня такой. Вот смотрите, даже вот эти интервью, прослушки журнала «Ир», если я не ошибаюсь, да, из гостиницы? Поправьте меня. По-моему, «Ир», да? Да, он пибликал. А вот у меня вот вопрос такой вот чисто, ну, можно сказать, простите за такую бытовуху, но шкурный вопрос. А почему кто-то имеет право вот из коммерческих структур, в данном случае, частное издание вообще, получать доступ к такого вида информации? То есть, как это вообще возможно? Ну, возможно, это ладно, такой детский вопрос, но как вот это преодолеть? Ну да, как бы получается… Состоялось, кого-то наняли, и получается, кто-то имеет привилегии, некую монополию на право первой руки, говоря коммерческим законам, а весь мир просто, соответственно, ну, стоит в стороне. Вот это интересный вопрос. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо. Елена, как вы думаете? Ну, конечно же, конечно же, кто-то эту информацию должен был этому журналу слить, если мы говорим… Придите, если это оперативное дело, прослушка, оперативное дело, это государственная тайна. Конечно. Вот Юрош разгласил государственную тайну по делу Осиновского, что ему якобы предлагали миллион за переквалификацию, которую он сделать не мог. А тут, понимаете, обширные материалы оперативного дела были опубликованы в печати, и никто не наказан, никого не привлекают. Ну, если бы это были мои клиенты, может быть, я бы и добивалась наказания в этой ситуации, потому что здесь ситуация совершенно противозаконная, конечно же. Эта информация была разглашена в нарушение гостайны. То, что ее опубликовали журналисты, ну, это остается на совести журналистов. Если они соблюли закон о защите данных, я имею в виду в какой-то степени, не буду сейчас его анализировать, но журналисты, конечно, публикуют то, что они там по каким-то причинам хотят опубликовать, и что попадает им в руки. Или что им попросили. Или что их попросили. Конечно, такие варианты тоже возможны. Но здесь больше корень зла как бы находится в том, кто разгласил эту информацию в грубейшее нарушение всех возможных вообще законов. – Михаил? – Ну, я абсолютно согласен в том, что это, безусловно, преступление. И понятно, что вот в том-то и ужас системы, о чем мы говорим, что, с одной стороны, контроль есть прокурорский над делом, есть судейский. Но это все как-то, так сказать, не работает. И если очень нужно каким-то очень нужным людям, которые стоят выше, например… – Прокурора. – Да, выше прокурора. – Верховного судьи. – Да. Выше по разным причинам, по коррупционным или по должностным, то мы видим на практике, информация уходит и никого не наказывает. Да, наверное, возбужден какой-то процесс. Я допускаю. Наверное, он возбужден, ну, тогда еще полиции безопасности или кем-то, или там, если тут рошебас, там, мироваясь. Возможно, да. Но пока наказанных нет. А на самом-то деле, ну, эти материалы, они ограниченного доступа. То есть там один, два, три человека их видела, могло скопировать и передать. Журналист, понятно, он якобы нашел у себя где-то там в почтовом ящике. Или шел-шел и нашел мусорники. – А, в мусорнике, да, на автовокзале. – То есть всякое бывает, да. Ну, все понимают, что это не так. Журналисты, ну, допросят, он скажет то же самое. Но не журналиста надо начинать, а с другого конца. – Кстати, очень интересный комментарий был молодого человека, который звонил, да, в отношении вот этих вот хранилищ данных. Потому что я как раз хотела сказать, ведь что дает возможность этот закон об оперативной деятельности? Собирать информацию. А вы понимаете, что у кого есть информация, тот, как сейчас говорят, и рулит. Дело в том, что эту информацию можно использовать в том числе в рамках каких-то коррупционных взаимоотношений и в бизнес-целях, да, для борьбы с конкурентами, для запугивания, для вот публикации, допустим, публичного там опорочивания какого-то человека. То есть этот закон дает возможность эту информацию собирать. – Вспоминается депутат еще, наверное, пятого Сейма, который рассказывал, что у него есть целый шкаф компромата на разных политических деятелей. Я думаю, что его шкаф компромата в сравнении с нынешними массивами данных – это просто детские игрушки. – Нет, ну и нужно отдать должное в кавычках уму этого депутата, если он это рассказывает, да. А злые языки в 90-е годы говорили, что первая аппаратура по прослушке мобильных телефонов, тогда еще этих кирпич, когда носили все и так далее, да, то, что называлось, была не у спецслужб, а у Банка Латвии. – А ему-то зачем? – Значит, было зачем. Это тема отдельной передачи. – Да, как у нас много тем возникло. У нас есть звонок, добрый день. Слушаем вас, говорите. – Добрый день. А меня вот что интересует. Вот радиостанция, ваша радиостанция, потом еще какие-то другие. Устраивают опросы, интерактивы. Мы там говорим иногда такие вещи, что, ну, противогосударственные, можно сказать. А вот эти передачи интересные. Слушает кто-нибудь и выводы делает вообще? Потому что мы можем попасть в нехорошую историю или ведущий, который позволяет это говорить. Спасибо. – Ну, вы знаете, я думаю, что мы не будем здесь посягать на право человека высказывать свое мнение и думать о том, что любое мнение, есть подрыв основ государства, наверное, не вполне правильно. Как вы думаете, Елена? – Ну, безусловно, я с вами согласна, Людмила. Другой вопрос, согласна ли с вами полиция безопасности, которая следит за такими вещами, я думаю, достаточно пристально. Конечно, говорить какие-то… То есть закон тоже устанавливает рамки свободы слова. Это необходимо, это во всех странах есть. Однако, ну, широта или узость этих рамок – это уже вопрос другой. Вопрос каждого конкретного государства и каждого конкретного закона. Поэтому мы медленно движемся к ситуации, когда можно обсуждать какие-то чувствительные вопросы только на кухне, закрыв двери и выключив мобильные телефоны? – Да. – Именно так. – Ну, или мы медленно движемся к ситуации, когда обсуждая, не обсуждая, ничего не меняется. – Хорошо, у нас есть еще звонок. Добрый день, говорите, вы в эфире. – Алло, добрый день, Алина. Вот по поводу господина Магуаниса. Значит, человеку испортили качество жизни, здоровье, карьеру. И при этом, если я правильно понимаю, вот объясните мне, обвинительные вещи против него не подтверждены до сих пор. И тянется это, я уж не помню, сколько лет. – С 2015 года. 4 года тянется. Елена? – Ну да, дело, конечно, я бы не сказала, что оно какое-то особенно уникальное. К сожалению, таких случаев много, когда годами длятся суды, и в конечном итоге человек оправдан, но уже, естественно, никакие компенсации не вернут ни его положение, ни его репутации, ни тех лет, которые он провел в суде, ну, в лучшем случае, если не находится еще и под стражей. Вот, поэтому, да, ну, этот процесс я комментировать, конечно, обоснованность там обвинений сейчас не буду, это свое слово скажет суд в процессе в отношении обоих обвиняемых. Но, к сожалению, да, система такова, что при начатом уголовном процессе человек очень серьезные проблемы имеет, в том числе и зная, в том числе и в том, которые выражаются, возвращаясь к теме нашей передачи, что его контролируют, его поведение контролируют. И, кстати, даже если этот человек, скажем, ничего противоправного по телефону не говорит или там не общается, но все равно крайне неприятно сознавать, что твои частные разговоры, твою частную жизнь, какие-то третьи лица прослушивают, контролируют и знают, о чем ты разговариваешь там со своими, допустим, друзьями или коллегами, родственниками и так далее. У нас есть еще один звонок, добрый день, говорите вы в эфире. Здравствуйте, у меня вот такой вопрос, знаете, мы говорим про разные спецслужбы и все такое, а вот криминалы вот по общедоступным источникам, у них есть своя наружка, прослушка и так далее, они находят своих недругов везде по меру и ликвидируют. Значит, где-то есть утечка от органов, они снимают все данные и дают своим криминалам, как с этим бороться. Спасибо за вопрос, Михаил, вы, наверное, знаете, как криминалы отслеживают своих недругов. Знаю, да, отслеживаются, используя таких же криминалов, да, то есть говорить о тесной смычке, обязательной смычке криминалитета с госслужбами, правоохранительными, это не совсем правильно. Да, безусловно, они ищут всегда такую возможность. Или наоборот? Нет, но скорее все-таки здесь есть спрос, который рождает предложение, да, все-таки есть спрос, спрос со стороны криминалитета. Но вы поймите, ну, если же вы знаете, где там, условно, может находиться объект вашего интереса, ну, вы можете создать группу из 5-8 человек и спокойно наблюдать за ними. Будет ли это законно? Это второй вопрос, да, из какой цели вы это делаете. То есть не велика наука. Нанять мальчишек Холмса. Да, нанять мальчишек Холмса. Не велика наука, если это делать примитивно, да. Если это делать квалифицированно, конечно, для этого нужны хорошие специалисты, нужна техника и так далее. Я хотел бы сказать, что не надо демонизировать наши правоохранительные органы. Их главная беда в том, что они бездействуют, а не в том, что они действуют в пользу жуликов и так далее. Так вы же сами сказали за эфиром, что хороший полицейский – это тот, кто ничего не делает. Вот о чём я и говорю, да. Вот они бездействуют. А почему он хороший? А потому что его наказать не за что. А? А, потому что если он делает, вдруг он что-то, вот, чьи-то интересы затронет. Угу. Он должен понимать, затронет ли он чьи-то интересы. Ну, на высоком уровне. Конечно, когда расследуется кража трусов или избелевой веревки… Ну, это у нас давно никто не расследует, да. Нет, ну тогда другое дело, да. А если же речь идёт вот о преступлениях лиц определенного уровня, или возможных преступлениях лиц определенного уровня, конечно, он будет долго думать, а надо ли ему. И что ему за это будет? Или награда, или увольнение. Вот и всё. Преступления – те, которые дают серьёзные деньги. Преступления – это контрабанда. Преступления – это финансовые преступления. Вот, конечно же, конечно же, криминалитет ищет активные связи с правоохранительными органами, да. А просто уголовная шпана, ну, в туалете ей не нужно этого. Елена, Вы что-то хотели сказать по поводу того, как всё-таки Вы видите развитие этого процесса, закона об оперативной деятельности, всё-таки надо его пересмотреть в конце концов? Ну, я думаю, что он будет пересмотрен, безусловно, потому что наш Верховный суд, ещё раз повторюсь, он очень большую работу делает для того, чтобы хотя бы судами он интерпретировался более-менее в соответствии с требованиями и стандартами прав человека. И поэтому тенденция, в принципе, положительная. То есть строже и строже смотрят на законность вот всех этих действий, которые делаются в рамках оперативного процесса. Так что думаю, что постепенно, конечно, мы постараемся уйти от этого чисто оперативной деятельности, пустить всё нормально в рамках уголовного процесса. И надеюсь, что так это и будет. А, кстати, Вы говорили, что такие законы об оперативной деятельности есть отнюдь не во всех странах. Да, насколько мне известно, оперативная деятельность в отрыве от уголовного процесса обычно ведётся только в случаях угрозы национальной безопасности в странах Европы. А вот именно как сыск в рамках оперативной деятельности он только на постсоветском пространстве распространён. То есть, если резюмировать сказанное сегодня, мы можем сказать, что, к сожалению, закон об оперативной деятельности и тот статус государственной тайны, который он накладывает на материалы оперативных дел, действует, к сожалению, не всегда объективно, а иногда используется конъюнктурно в чьих-то интересах для манипулирования людьми и людьми на высоких государственных постах, должностными лицами, может быть, предпринимателями крупными и так далее. Мы этого, к сожалению, не знаем и вряд ли когда-то узнаем. И хотелось бы, чтобы вот эта деятельность всё-таки была более соответствующей высоким словам о правах человека и гражданина. Но это такое наше благое пожелание. Было очень много звонков. К сожалению, мы не смогли на все их ответить. Мы когда-то ещё раз обязательно встретимся с нашими экспертами. Это была присяжный адвокат Елена Квитковская и частный детектив, майор полиции в отставке Михаил Хесин. А в следующей программе мы поговорим о том, как можно заработать миллионы на мусоре и куда утекают деньги вместе с отходами. Это была тоже очень интересная тема, которую мы подняли в прошлый четверг. Итак, встречаемся в программе «Подоплёка» через неделю в 12 часов. С вами была автор и ведущая Людмила Прибыльская. Всем спасибо за участие. Спасибо.